Многодетные матери Держинска стали обделенными в финансовом плане. Пособия на детей по 8500 рублей там задерживают и не выплачивают. И это при том, что в других районах области никаких перебоев нет. Вот, смотрите баланс. 48 рублей. Вот как мен кормить детей и вот все деньги, что остались в кошельке. Так, на что? Одни слезы на глазах поворачиваются, больше ничего. Сейчас слезы обидно, обидно за детей, обидно за таких кроссов 7-месячных. Чем кормить? Вот вы можете посмотреть, сколько осталось памперсов у ребенка. Это вся упаковка. Это хватит на 5 дней. Осталось пару умнелек, осталась пачка творога, варенье и на салатик чуть-чуть. Все. Нам не перевели деньги соцзащиты 8500 до 3 лет за многодетную. Должны были перевести деньги с 15 по 26 ноября. Каждый день мы звонили в соцзащиту и нам говорили, что переведут, переведут, и так не перевели. Это не 850 рублей, а 8500. И мы на них надеемся, мы на них рассчитываем. А впереди Новый год, а в декабре нас что ждет? Ничего вообще, я так понимаю. А вот женщина вообще беременная, ей, наверное, еще нужны эти деньги. Надо, считай, платить за квартиру. Вот чем платить? Будут пенни. С кого спрашивать эти деньги? И наши карты арестуют. Кто нам будет? Да, карты арестуют детские. Они вот хорошо их арестовывают. Получается то, что да, детей оставляем без подарков. Из-за кого? Хочется узнать. Я во вторник была в совести, переоформляла пособие. Между собой работники разговаривают, что их даже решили премии в этом году. Поясняют то, что финансирования из Нижнего Новгорода не было. Писали письма в Нижегородский Минфин, в Москву писали. Москва говорит то, что деньги отправили еще 15 ноября, а Нижний говорит то, что мы деньги не получали. В местной администрации заверяют, что их вины в задержке выплаты нет. Нам на выплату надо около 5 миллионов города Дзержинска. По заявочке вся сумма прошла, мы ее заявили. Но финансирование, учитывая то, что оно идет с разным бюджетом, значит, часть областной бюджет, часть федеральной, в полной сумме не было. Мы отправляли письмо, официальный запрос Минфин Москвы, Минфин Нижнего Новгорода. Нам ответили то, что 15 ноября деньги были еще отправлены. Вот вы можете этот вопрос задать министерству социальной политики. Денежки у нас на счет поступили только сегодня. Нашей вины в данной ситуации нет ни грамм. Да, просто по Нижегородской области получается, что... Да, почему? Один держится, правда. Вы сами удивились. У нас бывают такие ситуации, тоже задержка финансирования. Ну, получается, что к концу года. Ну, просто как так, почему? Я не могу вам объяснить это. Ведь идет планирование, идет планирование. И сумма необходимая на выплату, она известна с начала года. Но сейчас в целом, будем так говорить, не совсем стабильно и трудно. Всем трудно. Но, государство, тем не менее, денежки поступили. Уж если, будем так говорить, неудобства мы вам причинили, пусть не по своей вине, но извините нас, пожалуйста. Кстати, буквально только что мы связались еще раз с многодетными матерями из Дзержинской. Они нам сообщили, что деньги им все-таки сегодня поступили.